СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 4300549 от 19 марта 2015 года. 16+. 12.06 в нашем городе продолжается программа «Мужской понедельник». Николай Голиков и Владимир Сметанин. Мы сразу же представляем нашу гостью Татьяну Мазур, директора Вятского художественного музея имени Воснецовых. Татьяна Сергеевна, добрый день. Добрый день. Очень рады вас видеть. Надеемся, что взаимно. А мне-то как приятно оказаться среди мужчин, да еще и в понедельник, который всегда считается тяжелым днем. Хорошо, что вы придумали «Мужской понедельник». Мужской понедельник. Мы надеемся, что все у нас получится. Тут поднакопилось новостей, связанных с музеем. И в частности, на прошлой неделе появилась новость о том, что в сентябре мраморное здание музея будет закрыто на ремонт. И продлится он, в общем-то, не знаем сколько. Как-то в народе говорят, на полгода закрывают. Федерация выделяет деньги. Так ли все? Ну, будем так говорить, что, наверное, тот, кто иногда заглядывает в мой твиттер, наверное, видел то замечательное событие. Действительно, очень радовался. Это как давно было, вы имеете в виду, в декабре. В декабре, да. В декабре, да. Холодно еще было. Было еще холодно, но был такой, знаете, согревающий документ. Пришел как указ президента о том, что объект, именно капитальный ремонт мраморного здания Вятского художественного музея включен, заявка на ремонт включена для реализации через резервный фонд президента. Вы говорили об этом. Я говорила. Не только писали, но и в нашем эфире говорили. Да, и я очень сильно радовалась. Но шло время. Почему-то деньги, как говорится, мы сначала не понимали, не возвращались. Сейчас мы начинаем понимать, что, скорее всего, на федеральном уровне было принято решение. Правда, не озвучиваются причины. И изменился источник. Это тоже резервный фонд, но только уже не президент, а правительство. И вот сейчас документы все были подписаны в поправку в четверг. Они внесены в областной бюджет. Ну и, собственно говоря, мы кинулись готовиться и проводить конкурсные процедуры. Это был аукцион. То есть вы в рамках 44-го ФЗ? Да, да. А куда же из него? Куда денешься? Куда денешься? Это та самая печаль, когда мы понимаем, что только на конкурсные процедуры у нас уйдет где-то полтора месяца точно. То есть мы все считали. Условно говоря, у нас все документы готовы. То есть мы уже все запустили в работу. Но просто даже если приложить максимум усилий, некоторые так называемые правовые аспекты не обойти. И поэтому мы рассчитываем, что, да, действительно, ну так, по меркам того объема, который в эти 11 миллионов входили, но предполагалось, что это на полгода. Но сейчас, конечно, трудно, действительно трудно прогнозировать. Мы очень верим в то, я вот просто еще раз боюсь что-то загадывать, очень верим в то, что подрядчик окажется просто добросовестный. Больше всего в системе вот этого 44 ФЗ пугает то, что, несмотря на все усилия, которые пытаются сделать и оградить нас от недобросовестных поставщиков, тем не менее находится масса лазеек и избежать в целом. Ну я даже вот для примера приведу, наверное, все помнят эту историю со сцены. Нижегородцы выиграли, нижегородцы приехали, посмотрели, ой, не-не-не, что-то мы тут не справимся. А мы также прекрасно понимаем, что и наша смета достаточно жестко проверялась в администрации президента. И поэтому, ну будем так говорить, что объема много, средства вот прямо вот строго подорвать. 11 миллионов, да, еще раз повторяем. Да, 11 миллионов. 11 миллионов. Поэтому мы будем стремиться, чтобы максимально жестко контролировать подрядчика и попытаемся все-таки, ну, не на полгода уходить. Хотя, ну, сами понимаете, что фасадные работы... Ну, смотрите, получается, если даже вы говорите, что это как минимум полтора месяца, то есть раньше, чем в середине сентября, по-русски говоря, подрядчик не определится. Да. А работы фасадные. Середина сентября фасадные. А работы фасадные. А погода у нас нынче... Даже страшно подумать, что будет осенью. Знаете, дорогие мужчины, вы знаете, может быть, это такая женская наивность или женская логика. У меня такое ощущение, что наше лето куда-то сдвинулось. И вот ощущение совершенное, что, может быть, вдруг повезет, и в сентябре окажется август. Ну, мы вам, я думаю, желаем этого, чтобы в сентябре оказался август или вообще июль прекрасный в сентябре был. Конечно, все зависит очень много в таких жестких условиях, исключительно от подрядчика. Насколько он будет способен, ну, будем так сказать, жестко выдержать режим. Потому что, ну, специфика... Ладно, я уж, наверное, в такую подробность задамся. Но, тем не менее, можно распределить график работ так, что если мощностей у этого строительной организации будет хватать, то можно некоторые работы вести параллельно, как бы ускоряя немножко процесс. Ну, вот пожелайте удачи. Пока вот только этим могу ограничиться. Ладно, конечно, да. Спасибо. Да, давайте уточним, что конкретно. В чем конкретно ремонт будет заключаться. Вы знаете, давайте, если мы не будем совсем уж там в тонкости уходить, то, ну, главное, собственно говоря, ради... Ну, как бы так выразиться, наверное, главная причина, по которой нам все-таки дали деньги, это то, что в мраморном холле здания начали отваливаться плитки. Что такое мраморная плита падает? Это, как бы, трудно себе представить. Но лучше рядом... Да, лучше не представлять. Да, лучше не представлять, тем более, что, как бы, толчком стало, что вот эта мраморная плита упала практически на витрину. Ну, чудом рисунки Шишкина остались в порядке. Но, тем не менее, витрина была повреждена. И теперь многие заметили, что проход по галерее закрыт. То есть, вот тот круговой обзор, который, как бы, предполагается у нас, да, по галерее, вот теперь сейчас людям приходится обходить. С соображением безопасности. Безопасности исключительно, да. Потому что многие приходят и говорят, ну, в общем-то, так все замечательно, вроде в чем проблемы. А на сером мраморе не видно, как плитку выпучило. И она, собственно говоря, действительно, вот если простукиваешь, она может, как говорится, обвалиться в любой момент. Поэтому вот это было признано действительно аварийным. Ну, естественно, сами знаете, какое у нас замечательное, в кавычках, крыльцо, которое не ремонтировалось. Вот такое... С открытия, наверное, да? Да, я думаю, что вот были небольшие работы по благоустроительству, когда тоже асфальт провалился. Ну, для примера, даже дорогие кировчане, когда вы сейчас проходите, вот ту груду песка, которую некоторые заметили около нашего забора, обнесенного особняка, это, в принципе, вот ливень вынес нам вот такой подарочек. То есть вот так вот вымывают грунты. В результате, естественно, для нас очень важно отремонтировать крыльцо, поднять, потому что это тоже ведет к осыпанию мрамора с колонн, с наших белых. У нас, конечно, просто пережив зиму, мы поняли такую, тем более тяжелую, что у нас просто катастрофически холодно. Особенно в помещениях, где находится, собственно говоря, персонал окна, потому что были, это, знаете, 90-е годы первые алюминиевые стеклопакеты, которые, как говорится, ну, совершенно не держат никакого холода. Тепла. Тепла. Тепла держат хорошо. Тепло держат хорошо. Тепло внутри не удерживают. И поэтому очень обрадовались, когда нам разрешили заменить все окна, то есть заменяются все окна в здании, в том числе и витражные, и второй свет, так называемый, где у нас там, по сути дела, на крыше окна расположены. Часть фасадов ремонтируется, то есть не вся, то есть принято решение только там, где аварийные места, вот, и, в общем-то, как бы на 11 миллионов все. Мы очень мечтали о лифте, но, к сожалению, лифт был убран. Из заявки? Из заявки был убран лифт, да, потому что, знаете, казус в том, что, да, замечательный проект индивидуальных, наших замечательных архитекторов, но почему-то лифт предусмотрен только до условного второго этажа у нас, собственно говоря, на галерее, который формально третьим этажом считается, уже девчонке приходится иногда работать, искать на себе или, ну, то есть мы мечтали, что все-таки мы наконец-то заменим этот старый лифт на нормальный, это, в общем-то, реально было. Но, тем не менее, вот, к большому сожалению, лифт был убран из сметы. Ну, в общем-то, вот, если так, коротко, то это вот такие виды работы. Да вот довольно много работы-то все равно получается. Много. А если, смотрите, это вот, конечно, мы вам очень желаем хорошего подрядчика, прямо, я не знаю, все, что можно скрестить, я скрестил, да. Спасибо. Ну, условно говоря, план Б такой, если, мало ли, вдруг, бывает, сами знаете, аукцион может не стоять, все, что угодно. Значит, мы, опять же, вот, я говорю, что люди культуры, чем и отличаются, наверное, от всех. Мы никогда не падаем духом, верим всегда в свет. Просто нельзя, некуда уже падать духом. Нам некуда падать духом, да. Поэтому есть вариант бы, мы рассчитываем, что даже в случае, если вот ситуация будет складывать самым неблагопорядным образом, да, 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 мы сейчас, собственно говоря, рассматриваем такие правовые аспекты возможного возврата все-таки денег. Я думаю, что, ну, все понимают, что они пришли позже любых нормативных сроков проведения ремонта. Поэтому есть вариант. То есть, самое главное, ну, давайте скажу таким немножко, наверное, специфическим, может быть, даже чиновничьим языком, самое главное, законтрактовать эти деньги. Самое главное, любым способом... То есть, чтобы прошел аукцион и заключён контракт был? Даже если не состоится, срочно, переделывать срочно, чтобы этим годом законтрактовать эти деньги. Вот это самое главное, что можно сделать. А федеральный санкс ставит какую-то конкретную дату, до которой, собственно, и заключено, подрядчик должен быть найденный? В чем прелесть этих фондов резервных? Во-первых, они всегда дают средства исключительно на так называемые аварийные работы, которые предполагаются, что нужно выполнить за один финансовый год. И в любом случае, если так случится, что главное попасть в контракт, то действительно мы будем повторно оформлять заявку. Возможно, что это потребует каких-то дополнительных затрат, связанных с актуализацией проекта смертной документации. Ну, так всегда традиционно происходит, если деньги переходят на следующий год. То есть это каким-то образом может оттянуть. Но шанс такой, сказать, сохранить вот эту возможность, он остается, да? Да, то есть, еще раз говорю, просчитаны разные варианты, и мы все-таки свято верим, что пойдет по лучшему. Но у нас есть, будем так говорить, мы, учитывая, еще раз говорю, ну, это специфика, наверное, действительно учреждений, которые как бы спасают себя в какой-то степени в сложные времена сами. В случае, если, предположим, нам придется продлить аукцию, у нас есть план, по сути дела, проведения каких-то выставок. Все-таки у нас вот все. Многие, кстати, акции, вот как, например, замечательная акция наша, да, вот верите, она именно из-за этой критической ситуации сложилась. Потому что, если честно, то мы рассчитывали, но никогда позже мая эти деньги не приходили, такого не было. За 8 лет, вот как говорится, когда приходилось с ним работать, с этим фондом, но такого не было. И мы, честно говоря, решили, что действительно, возможно, у федерации какие-то сложности и какие-то будут другие меры приниматься, а не вот возврат денег в такие поздние сроки. У нас как, вот до мая были, там, условно говоря, такие грандиозные планы. После мая как бы мы поняли, что мы вообще-то должны как-то срочно вот смобилизоваться. Поэтому вот состоялась такая программа, замечательная акция наша. Я всех приглашаю все-таки эту выставку посмотреть. Мы сейчас, я не буду выдавать секретов, но планируем какой-нибудь такой забойный, такой финисаж, то есть закрытие. Я очень благодарна Союзу художников, Виатскому региональному отделению. Это действительно, ну, колоссальный был труд сделан. Совершенно, ну, вот потрясающие отклики идут от тех, кому удалось попасть на мастер-классы. И всем это очень, художников благодарят, да, потому что... Мы об этой неделе говорим сейчас. Вот эта акция, она как бы стала таким косвенным следствием того, что деньги пришли поздно, да? Вот видите, нет хуже без добра, да? Нет, еще раз говорю, вот мы как раз те самые оптимисты, которые в любых ситуациях ищут. Не было счастья, да несчастье помогло. Ну, там, кстати, были очень замечательные идеи, родились, и мы... Сергей, подожди, давайте такую виртуальную запятую поставим, и небольшая пауза продолжим. Маленькая пауза, да. Продолжается наша беседа с Татьяной Мазур, директором Вятского художественного музея имени Востенцовых. Мы начали говорить о ремонте мраморного здания. И так, постепенно, от ремонта, да, перешли к тем мероприятиям, которые отчасти вследствие вот этого затянувшегося процесса ремонтного... Артвик наш. ...происходить, да, вот это прекрасная совершенно акция. В течение недели... Как вы сказали, с посещением сокольных, это же, да? То есть, хотя народ-то в подвалы пустят. Выставка сейчас продолжается работать, да? Выставка продолжается, да. А Николай шутит по поводу замечательной, тоже хорошая такая была, думаю, добрая акция. Самое интересное, уникальная акция совершенно, да. То есть, мало кто это видел когда-либо. Мы сделали, вообще-то, это для блогеров. Мы не ожидали. Вот, если честно, мы не ожидали то количество, кто хотел бы попасть. Но, к сожалению, еще раз повторюсь, потому что это, наверное... Но речь идет, я просто напомню, о визите к реставраторам. К реставраторам. К гостях у реставратора, да. И Татьяна Сергеевна активно информировала, в том числе, с помощью своего твиттера. Вот, я смотрю, выложенному очень... Смотрите, мы... Ну, в общем так, я, наверное, сама в какой-то степени стала инициатором вот этого... Такого варианта посещения музея, как в гостях у реставраторов. Потому что, сама побывав, познакомившись с ребятами, ну, вот, знаете, предполагалось, конечно, что это замечательные, во-первых, мастера. Во-вторых, это действительно кропотливейшая, тяжелая работа. Но когда это все смотришь вживую, это настолько интересно. И что самое интересное, когда после вот такого визита, да, в гости к реставраторам поднимаешься на выставку нашу, небо пишет красками святыми, и ты показываешь то же самое, казалось бы, мобильное приложение, да, где ты в режиме дополненной реальности можешь просмотреть, как реставрировалась, да, икона. Вот, вы знаете, совершенно другое впечатление на людей производит. Потому что вот в этот раз вынули икону, которая только еще готовится, как бы, к началу реставрации. То есть вот так, как она поступила, как она хранилась. Я думаю, что на многих наших гостей это произвело очень сильное впечатление, когда поднимаешься за темой, видишь, какими красками действительно играет реставрирована икона, насколько она много интересного за собой, несет информации. То есть наш Инна Александровна вообще замечательный совершенно реставратор икон, очень любит это дело, делает это максимально бережно. У нее за плечами работа в Троице Сергиевой лавры, за плечами Штиглица, где тоже она, кстати, проходя практику, тоже занималась восстановлением икон. Говорит о ее квалификации, да, об ее опыте. Еще раз говорю, что совершенно замечательный реставратор. Да, в принципе, все они молодцы. И опять же, вот это, как говорится, не отходы без добра, поскольку это вызвало такой живой интерес. Сначала это мы привели детей, причем, как мы говорили, детей подготовленных. Это было восемь школьников в Вятской гуманитарной гимназии, причем это все, кто пришел, занимаются именно в художественной школе, чтобы, ну, будем так говорить, посмотреть, насколько даже вот этим ребятам, как интересно, какие вопросы будут задавать. Но скромные реставраторы, скромные школьники. И мы вроде бы даже сами где-то начали что-то еще дополнительно рассказывать. То есть нам же все равно нужно было как-то это, как лекцию, как провести это все, интересно рассказать. То есть мы как бы на них пробовали. Блогеры нас, конечно, потрясли тем, что тут уже, как говорится, приходилось останавливать, потому что реставраторов вопросами, ну, просто как бы раздирали, что тоже, собственно говоря, не очень хорошо, ну, будем так говорить, когда там, ну, понятно, живой интерес. Но тем не менее, на взрослых обкатав, на возрасте, ну, это действительно дети были 13-14 лет, подростки такие уже с осознанным, что нам было очень приятно. Мы такую все-таки профориентационную нотку-то в эту тему вносим. И нам понравилось, что одна из девочек сказала, вы знаете, вот я вот задумывалась, да, а сегодня, как бы все это увидев, вот я пойду еще больше думать, вроде бы, почему бы и нет. Хотя кто-то... Именно профессионально работают, да, восстанавливаются. Ей, она говорит, мне всегда было интересно, вот я сейчас вживую посмотрела, еще вот пообщалась, может, я действительно с этим судьбу свяжу. Хотя кто-то, по-моему, из блогеров пошутил, что, судя по зарплате, лучше отговорить ребенка. Но, тем не менее... У блогеров вообще им за это не платят, за то, что они пишут. Но, знаете, такой момент интересный. Мне понравился, как наш главный хранитель Евгения Геннадьевна Сазанова ответила, что да, можно, конечно, может быть, и отговаривать. Но обратите внимание, это та самая профессия, которая будет кормить вас всегда. Потому что даже взять наш музей, ну, я, может быть, чуть-чуть ошибусь, но все равно, наверное, где-то порядка 70% все равно требуют внимания реставраторов. Я не говорю, что это все нужно отреставрировать, что оно... Есть у нас предметы, которые, конечно, и показывать нельзя, потому что они вот в таком состоянии находятся, но, тем не менее, представляют ценности. И мы надеемся, что каким-то способом они когда-то попадут в руки реставраторов. Ну, время же идет. Время идет, да. Даже вот вопрос, который ей задавали, а вот отреставрировали типа и все, нет ничего подобного. То есть это, по сути дела, каждодневный труд. Понедельный, вторник, это они всегда проходят, измеряется влажность, температура смотрится, как картина среагировала. Вот, например, люди обижаются, что вот вроде вы под стекло и спрятали, я не могу там сфотографировать, бликует или еще что-то. Ну, вот, например, блогерам показали, сейчас Кустодиева готовим к отправке в Третьяковку. Вот просто показали, как дистиллированной водой аккуратно снимается, вроде бы даже при наших условиях, да, где, собственно говоря, кондиционирование, вентиляция, там, температурный режим. Тем не менее, слой-то наносится, и, как они говорят, даже наше дыхание и то может ввести вот к каким-то изменениям. Очень живые картины. Они, как, опять же, сказал один из хранителей Третьяковской галереи, когда его спросили, как вот все-таки вы считаете лучше всего хранить, он сказал, лучше всего картину. Специальный сейф с температурным режимом и не показывать. То есть лучшие условия для сохранения. Ну, зачем же тогда создавать? Вот, и тут же сразу же возникает вопрос. Нет, конечно, мы все это стремимся показывать. Для чего мы стараемся как можно больше, ну, видите, реставраторам нашим годовое задание доводится где-то 12 работ отреставрировать в год. На каждого? На всего. На всех? Потому что, условно говоря, даже непредсказуемо. Вот по той же иконе мы даже, вот мне тоже стало интересно, уж очень в печальном состоянии мы показывали ее. и, ну, просто вот как бы начали вопросами атаковать. Но все-таки сколько, 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 ну, понимаете, я не могу сказать. Вот сейчас я гляжу, да, вот, по крайней мере, на поверхность, ну, минимум полгода. Но вот я сейчас начну расчищать, смотреть, и неизвестно, как работа пойдет. Что там строится. Да, поэтому, конечно, сложно, и 12 работ это достаточно много. Нас, конечно, спасает вот то сотрудничество очень плодотворное, эффективное с Всероссийским реставрационным центром имени Гребаря. То, что вот давние связи позволяют нам хоть что-то отправлять в их госзадание. Вот. Конечно, большая работа по поддержке тогда была еще со стороны благотворительного фонда Лукоил. Собственно говоря, выставка «Небо пишет красками святыми» это вот 15 лет вот этой тяжелейшей работы. И, в принципе, не так много там и работ, если вот подойти по большому счету. Вот. И мне хочется сказать, что мы планируем такие экскурсии проводить, даже несмотря на ремонт, в цокольный этаж. В цокольный этаж, не затронут ремонтом. Мы попытаемся, да, организовать проход. Плюс тоже родилась идея замечательная, когда увидели такой серьезный интерес. Если тоже позволено будет, это вот в рамках тех работ, которые мы будем проводить, как-то это мы сориентируемся, опять же, когда будет известен производственный график работ, выполнений. В освобождающихся больших залах, которые так условно называются советскими залами, где, собственно говоря, делаются большие выставки, планируется, что мы там, возможно, такую импровизированную, реставрационную, открытую мастерскую откроем, где мы должны отреставрировать большую скульптурную фигуру. В общем-то, вот она там будет показана, даст возможность побывать, встретиться вот так теперь, побывать в гостях у реставраторов и посмотреть, как это делается. То есть уже без опускания в сокольный этаж просто прийти в большом зале, посмотреть, но там уже как со скульптурой работают. Да, там как работают со скульптурой, потому что здесь мы в основном, если и показывали, то вот ребятам из художественной школы была продемонстрирована отреставрированная работа, уже реставрированная, и перед ними положили паспорт. Не знаю, как-то блогеры настолько увлечены были, а детям показали, что помимо всего прочего реставратор ведет очень интересные записи. То есть он фактически весь свой процесс описывает. Очень много фотографий раскладывается, как это было до и как это становится после. И в принципе детям вот об этой скульптуре рассказывали на примере вот такого паспорта. Паспорт, вот такие развороты большие, то есть это тоже очень интересно. Ведь, например, тоже не все знают, думают, что нет ничего подобного, там серьезное документирование. Причем именно это описание во многом ложится потом как бы в исследовательские работы, если кто-то интересуется, в карточку часть информации попадается, где хранится информация о том или ином произведении искусства. То есть это действительно очень интересно. Это тоже искусство? Это тоже искусство. Искусство реставрации. Восстановительный процесс. Ну, недаром еще раз говорю, Грабари, когда делали приложение, оно в первоначальном названии имело название искусство реставрации. Потом оно получило, говорят, дополнительно артефакт, но тем не менее все равно, по-моему, если кто-то скачивает, говорят, натыкается и на то, и на другое. Но по сути, да, это искусство настоящее. В общем, то, что, как мы говорим, музей закроется, на самом деле он не закроется на ремонт. То есть то, что будет возможно в таком режиме проводить, будет проводиться. Мы будем стараться все-таки проводить. Во-вторых, понимаете, еще такой момент. У нас ведь с нами занимается малышня, детский центр. Мы тоже, как говорится, намерены по-прежнему вести эту работу. Мало того, у нас для них масса интересных проектов продумана, но только, может быть, на какие-то время. Некоторые занятия мы будем, например, в выставочном зале проводить. И очень уютен для занятий с малышней у нас музей Хохрякова. С замечательной усадьбой. То есть программу делаем очень интересную. И вот мы ее, наверное, 7-го числа. Мы планировали, что мы уже проведем подготовительную работу. И будет большое родительское собрание, мы расскажем. То есть мы не закрываемся. Мало того, у нас есть такой... Мы пока сильно его не афишируем. Мы хотели все-таки ближе к событию. Мы готовимся к декабрю. Ну, традиционно в декабре, если вы помните, вручается премия Воснецовская. 18 декабря официально считается день музея, день рождения музея. И мы в этот период, в этом году объявим старт юбилейного года. Потому что 15 мая следующего года исполняется 170 лет. Виктора Михайловича. Поэтому мы сейчас готовим стартовый такой огромный проект. Называется «Большая картина». Мы привезем и будут выставлены, показаны порядка 30-35 работ. Это действительно монументальное произведение. Одна из сторон должна быть не менее двух метров. В общем-то, с кем мы вели переговоры, намерены показать что-то такое грандиозное. Откуда привезете? Из Москвы. Значит, первый переговорщик это был Зураб Константинович Церетели, наш самый главный монументалист и, собственно говоря, председатель, президент Академии художеств. Во-вторых, в выставке примет участие ректор Суриковской Академии художественной Любавин Анатолий. Ну, еще раз говорю, давайте я не буду все раскрывать, всех секретов. Но это, правда, будет совершенно замечательная выставка. Потому что те работы, которые мы сейчас уже ведем переговоры, уже отсматриваем, отбираем, это будет, конечно, очень интересно. Это современные художники, это действительно большие монументальные работы. Потому что мы обратили внимание, вы знаете, в тех выставках, которые в последнее время были, наибольший интерес представляют работы действительно большие. Потому что я никогда не забуду, когда мне после абрамцевского пейзажа было дубы, помните, да? И когда дубы видели в такой момент, да, они такие маленькие. А я говорю, так чего-то такого грандиозного хочется. Вот мы решили такое грандиозное показать. И вот с этого стартануть. С ними, со всеми проведены уже переговоры. С Зурабом Константиновичем я лично встречалась. Нам обещаны. Он сказал, в принципе, выбирайте. Выбирайте, какие понравятся. То есть это такой широкий жест. Вы его обояли. Обояла. Как могла. Вы знаете, самое интересное, как вы говорите, в святая святых. Я была в святой святых его мастерской. Ох ты. Здорово. На рекламу нам сейчас нужно прерваться. Мы скоро продолжим. Татьяна Мазур. Руководитель, директор Вятского художественного музея Мини-Воснецовых. Мы тут активно общаемся и в перерыве, и про Церетели. Да. Это на такой интригующей нотке у нас беседа, так сказать. Я опомнил, как Веллер описал встречу Церетели с... Ладно. Да ладно. Ну ладно. Давайте я опишу свою встречу. Знаете, это тоже было очень интересно. Если честно, мы попали, можно сказать, ну как сказать, случайно. То есть мы не планировали в этот день, что нас примут, потому что мы понимали, что это нужно с письмом, потом тебе назначат и прочее. Ну вот, как говорится, наверное, в какой-то степени этому проекту действительно как-то так вот помогает что-то сверху. Мы оказались совершенно случайно, мало того, мы оказались в мастерской, когда он между двумя записями. То есть у него были записи. Только что уехала одна телевизионная группа, ждали другую. И мэтр решил пописать. Я, честно говоря, не ожидала, что это примерно выглядит так. Но тем не менее. Знаете, что поразило? В этой мастерской установлены небольшие мольберты, где явно проводятся мастер-классы для детей, судя по величине мольбертов. То есть это вот настолько как бы удивило. И, конечно, удивило монументальность во всем. В том числе я никогда не видела такой палитры. Палитра огромная, она поворачивается, она двигается. Большой мастер, большая палитра. То есть вот эту большую палитру помогает помощник, все это передвигает. А ведь 83 года уже человеку. Да, выглядит потрясающе, потому что со времен, когда он у нас был, если мне память не изменяет, в 2008 году он приезжал, он только похудел, слегка вот так вот похудел, очень хорошо выглядит. И в начатой картине даже пошутил, ну что, может быть, тебя нарисовали? Я говорю, ну конечно, я буду счастлива. А потом мы эту картину увезем в Вятку на большую картину на выставку. Ну такое очень было добрая встреча, чудесная. И, ну очень, вот знаете, он действительно очень светлый человек. Вот что тогда он произвел впечатление абсолютно вот такого вот светлого человека, такая добрая энергетика точно так же и здесь. Но вот тем не менее, мы, еще раз говорю, ждем, что в декабре мы покажем эту огромную работу. Это будет старт юбилейного года. Мы провели переговоры и надеемся, что одна из выставок приедет к нам из Абрамцева как раз к маю. Сотрудничество уже положено начало. Да, у нас же сотрудничество. Как бы мы встречались, причем встречались на площадке Абрамцева во время съезда потомков Мамонтовых, в том числе там активно это все проводилось при поддержке и организаторами выступали, инициаторами фонд Воснецовых. Да, и выставка, которую они открывали. Очень много работ было именно из рода Воснецовых. То есть у них же там и Андрей, достаточно известный художник. Ну, в общем, Воснецовы, так знаете ли, серьезно себя бы представляли. И была встреча еще в Третьяковской галерее с главным хранителем. Тут тоже могу немножко так повеселить, я тоже не ожидала. Мы с Трегулой встречались на интермузее. Так вот повезло. Это хранитель? Нет, 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 это директор. Директор Третьяковки, да, Зимфира Трегулова. И поскольку, да, действительно представились все, она говорит, да, знаем, любим, мы действительно очень часто помогаем вот в организации выставок. Вот, пожалуйста, вот Кустодиева сейчас своего отдаем. Так и так, да, согласно юбилей, да, вот мы готовы помочь. А чтобы, я говорю, знаете, представляется вот, наверное, так, выставка одной картины. Вот, то есть, чтобы, вот знаете, прийти и рассмотреть, как говорится, углубиться и понять что-то вот прекрасно, не отвлекаясь ни на что. Она говорит, ну да, в принципе, да, поддерживаю, тема интересная. И такой вопрос, а что бы вы хотели? Ну, сразу предупреждаю, трёх богатырей мы не даём. А вы знаете, честно говоря, вот, ну не знаю, да простят меня слушатели, честно, ну как бы мы вообще-то не трёх богатырях бы даже, если бы, ну, я говорю, вы знаете, мы вас не просим. Она такая, да. Вот, я говорю, вы знаете, ну, в принципе, это была принципиальная позиция и музея, в том числе, и коллеги как бы поддержали. Вот, что бы они порекомендовали, учитывая всё-таки, что бы они, зная наш музей, понимая. Она сказала, знаете, что давайте договариваемся, вы мне пишите письмо, организовываем встречу, и уже будем предметно разговаривать. Ну, а типа, а что бы вы хотели? Я говорю, вы знаете, я не могу вот такого себе произнести, у меня есть мечта, но... Она такая, нет, нет, даже интересно, я говорю, знаете, Грозного. Она такая, да вы что, такую работу сложную. Ну, вы знаете, вот, как бы сомневаюсь. Ну, и объяснила, конечно, вы знаете, такие вещи, как выездные выставки, это даже для федеральных музеев всё непросто. Когда идёт зарубежная выставка, там немножко другое финансирование, а вот в регион увезти всё непросто, на регион ложится большой груз. Сразу же было сказано, что это дорогое удовольствие, я говорю, мы понимаем, поэтому мы готовы вести переговоры. А кто платит в этом случае? А, принимающая сторона. Принимающая сторона. Да, 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 то есть мы. Вот, и сейчас мы действительно ведём переговоры, и рабочая встреча с главным хранителем, с Татьяной Городковой, у нас состоялась вот буквально в июне, где тоже было очень интересно, побеседовали, естественно, она там расспросила, как сегодня состояние, потому что первое, что мы по возвращении сделали, мы отправили все технические характеристики музея, того пространства, где мы это планируем, и паспорт безопасности. Ну, Татьяна Семёновна тоже такая, ну, а что бы вы хотели? Ну, имейте в виду, трёх богатырей мы не даём. Я говорю, вы знаете, мы не просим, и Зимфира Исмиловна нам уже об этом сказала, в общем, мы посмеялись. Вот, и она сказала, ну, а всё-таки, я говорю, так вот... Грозно. Я говорю, озвучивала свою, это моя мечта, говорю, мы ещё раз говорю, мы не претендуем, мы прекрасно понимаем, что вы будете отталкиваться прежде всего от возможностей, как бы, технических. Смотрите, действительно грозный. Грозный, да. И, знаете, если уж говорить о том, что у нас, знаете, это вот начало большой картины, да, вот большая картина, всё монументальное, и хотелось-то закончить чем-то таким. Это действительно очень большое изображение, оно огромное. Остаётся у нас буквально полминуты. Но, тем не менее, она сказала... Чем следующий год будет насыщен всё-таки в рамках... Нет, насчёт Грозного закончите. А насчёт Грозного закончите. Она сказала, в принципе, в принципе, возможно, но всё зависит от, ещё раз говорю, технических вот этих возможностей. Так что мы сейчас всё отдали, мы ждём их решений, и надеемся, что найдутся и меценаты, и поддержат нас правительство, и вот этот подарок, прежде всего, для любимых, дорогих жителей области, мы такой преподнесём в декабре 2018 года. А так, всех приглашаю седьмого в музей открытия Воснецовского пленера, девятнадцатого большой праздник в Уржуме Воснецовске. И большой праздник в Рябово, в этот же день, девятнадцатого числа, перезвоны рябовские будут вас ждать. Девятнадцатого хоть туда, хоть туда. Куда нравится, мы везде будем рады вас, дорогие друзья, видеть. Можно добраться проще. Может быть. Спасибо большое, Татьяна Мазур, директор Вятского художественного музея имени Воснецовых. На этом мужской понедельник сегодня заканчивается. Николай Голиков. И Владимир Сметанин. До свидания. До свидания.